Бонджорно! Сегодня у нас на столе очередной микро-унбоксинг фигурки от компании Мотел, пока я набираю сил после болезни. По голосу можете заметить. И не Абакто, а сам Дзёски Хигасиката, главный герой аниме Crazy Diamond Demonic Heartbreak после Койчи Хиросы. И конкретно в этом ролике мы будем смотреть на первую версию и ререлиз 2020 года. Имеется также и вторая версия 2011 года в розовой расцветке. А Раки не только довольно часто изображала его в такой палитре. Также в этой лимитированной версии для Wonderfest шла дополнительная голова с шикарной улыбкой и табличка с фразой «Вы сейчас удивитесь, но Джоски не является моим самым любимым Джастаром». Однако в душу он всё-таки запал, как своим характером, так и внешностью и своим стандом. Как говорил о Раке Хирохика, это тот человек, с которым ты хотел бы закрешиться, поэтому решил приобрести для своей коллекции персонажа с лучшей и стильной прической во всём Джоджо. И расцветка первой версии мне нравится больше. Однако, сразу предупреждаю, у данной фигурки в последнее время появилось большое количество бутлегов или же подделок. Поэтому, если вы видите эту фигурку где-то по очень небольшой цене, да и не только Джоски, то лучше не рискуйте в приобретении. Теперь к распаковке. В этот раз фигурку я брал на Алиэкспресс. Да, фигурки там тоже можно брать, главное знать где. И в этот раз мне не повезло с коробкой, которая приехала крайне помятой. Но лично мне на это всё равно, так коробки от фигурок всё равно у меня отправляются на дачу. Главное, чтобы с самой фигуркой было всё в порядке. Рост САСа составляет 16 см, типичный рост для фигурок Медикас. Сам Джоски просто невероятно выполнен и покрашен. Но из-за слабого освещения камера не может это нормально передать. Данные оттенки чем-то схожи с аниме-адаптацией, однако тут он больше отдаёт синим, нежели фиолетовым. Ощущается он довольно лёгким. Ах да, чуть не забыл про бумажки в фигурке. Важная вещь. Что же до артикуляции, то тут всё стабильно и хорошо. Голова поворачивается на 360 градусов. Руки также крутятся во все стороны. Кисти снимаются и поворачиваются на 360. В локтевом с устами они также сгибаются. То же самое с ногами. Спокойное движение назад и вперёд. А его школьная обувь также поворачивается на 360 и сгибается в носке. Торс Джорджа крутится на 360 и также назад и вперёд. Перейдём к одной из моих самых любимых частей. К аксессуарам. Здесь у нас как всегда множество сменных рук в различных положениях. Правая и левая с указательным. Раскрытая ладонь. Несколько кистей для других аксессуаров. Сжатые кулаки по стандарту и прочее. Внезапная и агрессивная смешная голова для какой-нибудь боевой постановки. Его школьный портфель. В руках, к слову, держится он довольно так себе. И бинокль из арки сражения с крысой. Также у нас имеется сменная часть его костюма. Тоже будто для боевой сцены. Где он куда-нибудь бежит, например, или готовится к сражению. И последнее дополнительные цаски для его формы. В которых он часто бывал на артах и не только. А именно два браслета и золотая буква J для груди. И скажу так. Лучше в этих вещах его не держать. Так как держатся они очень плохо. И велика вероятность повторения судьбы колена Киры. И конечно же стандартная подставка и держатель для фигурки. Хотя сам Джоски без нее вполне нормально держится. По фигурке я могу сказать так. Он получился достаточно качественным и очень приятным пополнением в коллекцию. Он отлично сочетается с другими фигурками. И естественно фанатам я бы порекомендовал его приобрести. Мне повезло. У меня все хорошо как с покраской лица, так и всего остального. Все без огрехов. Однако из проблем многие отмечают, что со временем его пины на груди отваливаются. Это конечно решаемая проблема при помощи суперклея, но все равно неприятно. Также немного странно выглядит его шарнирное соединение в шее. Уж очень сильно оно выделяется как по мне. И я не знаю насколько хорошо будут держаться в дальнейшем данные съемные части костюма. В остальном я абсолютно не жалею о приобретении данной фигурки. В идеале еще бы в комплект к нему Крэйзи Даймонд, что выглядит крайне мощно и очень классно. А также Холл Хорсов идеальная комбо. Но займусь этим когда-нибудь в более хорошие времена. А на этом все. В следующий раз в этой рубрике мы поговорим с вами про Джоджу Артбуки, что у меня имеется. Невероятно благодарен вам за просмотр данного мини 4К Dolby HD обзора игрушки для детей с 3 лет. Если понравилось, ставьте свои жесткие лайки, подписывайтесь на канал и телеграм канал, и делитесь этим видео где только можете. Также у вас имеется возможность поддержать финансово на Donation Alerts, если захотите. Все это будет вашей наилучшей благодарностью. Ари Ведерчи!